Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях у комсомольской правды фронтвумен украинской группы Харкис Юлия Санина. Группа «Открытие года» получила за лучший клип премию Юна. И вот так супер популярный. Спасибо. Так, ну поехали. Вопросы... Да, хотела сказать, что сегодня мы разыграем один или два билета за лучшие вопросы. Вопрос от Лены. Ваши теперешні образы очень отличаются от образов ваших вытоков, когда вы только начали. Скажите, чи комфортно вам иметь именно такие образы и чи не дисонует это с вами самыми? Образы меняются от концерта к концерту, от фотосессии к фотосессии. И они абсолютно разные у нас и были, и есть. То есть это от пинапных образов до какого-то космоса, трона и так далее. Мне это, наоборот, очень сильно помогает выходить на сцену и доносить ту музыку, которую мы сочиняем. А кто вам помогает создавать образы? Создаёт образы наша команда стиля во главе со Славой Чайкой. Как-то вы прислушиваются к вашему мнению или вот как видят? Вы как-то участвуете? В основном мы доверяем полностью их вкусу. Мы уже проверили это двухгодичным опытом сотрудничества. Но иногда, естественно, мы вмешиваемся единственное только из-за удобства. То есть если я понимаю, что мне что-то может быть некомфортно, я об этом ребятам не смотрю. Смалс пишет нам. Хардкис – это прорыв с душой. Как вы планируете сохранить душу после продажи своего первого альбома коммерческому лейбю? С любовью и уважением ваш фан. Ну, продажа альбома – это же не продажа души. Музыку мы пишем, не задумываясь о коммерческой составляющей или что может понравиться лейблу. Мы, если продадим альбом, то продадим его уже готовым. Он будет с душой. И следующий альбом, и следующие треки точно так же будем писать от души. Следующий вопрос у нас задаёт Алексей. Планирует ли Хардкис выпустить альбом или будет продолжаться политика выпуска синглами? Пока мы думаем о том, чтобы продолжать выпускать синглами и поддерживать почти каждый трек видеоработами, а именно клипами. Мы считаем, что сейчас век визуалов, и это гораздо интереснее. Многие отказались выпускать альбомы, потому что это коммерчески невыгодно. У вас та же политика получилась? А некоторые вас просто выпускают для фанатов? Мы просто не хотим подводить какую-то черту сейчас, по крайней мере. У нас уже есть около 15-16 записанных треков, но мы хотим растянуть удовольствие и показать всё постепенно. Вопрос от Дмитрия. Насколько вы близки с вашими фанатами? Поддерживаете ли вы с ними связь? Можно какие-то фан-стричи организовывать? У нас есть несколько таких самых преданных слушателей, которые с нами с самого-самого начала. И вот с ними особенно тесная связь. Они даже иногда приезжают к нам поздравлять нас с днём рождения из других городов, передают какие-то подарки. Они знают немножко больше нас, чем все остальные. Я думаю, что со временем таких слушателей будет больше. Особенно нам приятно, когда нас рисуют. Например, огромное спасибо за ваши портреты, за ваш талант, за ваш труд. Это очень сближает нас. А что вам такого ещё необычного дарили фанаты? В основном дарят рисунки, украшения, какие-то плакаты, короны. Что-то вот, что могло бы пригодиться нам в творчестве. А где храните? У вас, может, есть как в музее поле чудес, в музее подарков «Харткис»? Ну, пока я всё это храню у себя в комнате на полочках славы, скажем так. Следующий вопрос задаёт Владимир. Юля, с большим уважением отношусь к вашему таланту мастерски владеть голосом и передавать всю гамму эмоций. Расскажите о своих кумирах и почему они в вашей жизни являются именно теми личностями, с кого вы берёте пример. Ваше выступление гиперэмоциональное и настоящее. Вы всегда ли переживаете то, о чём поёте? Начнём с кумиров. Кумиров я стараюсь себе не создавать. Начиная где-то лет с 16 я перестала почти слушать, подражать скорее даже, не слушать, слушать я продолжаю, подражать вокалисткам. И я стала искать свои какие-то ноты, что советую людям, которые учатся петь. Вначале подражайте, но потом выбрасывайте все записи, старайтесь искать себя. Из артистов мне очень нравятся некоторые джазовые исполнители, такие как Рэчел Феррел, Диана Кроу, Джордж Бенсон. Они очень профессиональные, они играют на инструментах музыкальных, помимо того, что поют песни. Они сами сочиняют свои песни. И это для меня очень показательно. Из более попсовых артистов мне очень нравятся Бейонси, Эмили Сандэ. И они тоже, авторы песен, они выкладываются полностью, и это чувствуется, они вкладывают в это себя. Второй вопрос был насчет того, переживаете ли вы каждую песню? Да, естественно. Я не скажу, что все песни автобиографичны. У меня просто очень развита, наверное, фантазия, я могу представить какие-то случаи, которые даже не бывали со мной. Следующий вопрос от Игоря. Что произошло с билетами на ваш концерт? Где их можно достать? Произошло то, чего мы не ожидали. За неделю до концерта проданы все билеты, а также столики. К сожалению, больше билетов достать негде. Но, друзья, это же не последний наш концерт в Киеве. Я думаю, я надеюсь, что осенью или зимой мы порадуем вас площадкой побольше и все поместятся. Возможно, стоит сделать еще один концерт, хоть буквально через небольшой промежуток, раз такую большую строчку. Не думала ли это? Нам бы хотелось, чтобы все-таки наш концерт был очень ожидаемым, и поэтому лучше мы немножко затянем и сделаем еще один поршень. Ясно. Далее интересуется Станислав. Юля, волнуешься ли ты перед выходом на сцену? И что чувствуешь, когда поешь живую перед наполненными людьми залами? Перед выходом на сцену, естественно, волнуюсь. Для меня очень важно быть на площадке как минимум за 3-4 часа до выступления, чтобы, ну, что ли, привыкнуть, чтобы знать, что я уже рядом, что я здесь и скоро выйду на сцену, да. До выступления меня лучше не трогать с вопросами и расспросами, потому что я достаточно бываю иногда даже агрессивно. Да, но когда я выхожу на сцену, все это очень быстро проходит и просто превращается в какой-то кураж и большой адреналин. У вас есть какой-то, вот у некоторых артистов, там, какие-то ритуалы перед выходом на сцену? Есть у вас какой-то талисман или что-то, что вы делаете там перед концертом? Ну, я стараюсь размяться хорошенько, распеться. И единственное, что вот для меня важно, чтобы где-то рядом со мной на мне был крестик. Ну, вот это важно для меня. Следующий вопрос задает Александр. Как вы относитесь к творчеству Леди Гага? Вопрос задан потому, что начало вашего творчества очень похоже на нее. И пытаетесь ли вы как-то ей подожрать? Кстати, было вот несколько вопросов. Так не хотелось бы отвечать на эти вопросы, потому что уже очень много сказано. Мы не пытаемся подражать Леди Гага. Я думаю, что вы не найдете ни один лук, который был более похож на ее. Абсолютно разное творчество. Вопрос от Елены. Юля, а есть ли желание или, может быть, мечта поработать с кем-то из артиста? Спеть дуэтом, снять клип? Не знаю, у нас больше даже такие фантазии по поводу того, что было бы здорово отправиться в тур с каким-нибудь западным интересным артистом а-ля Линкен Парк или группа Мьюз, или группа Продиджи. Ну, в общем, собственно, кумиры детства. Почему бы не записать с ними видео? Ну, это пока что мечты. Мы активно работаем над тем, чтобы они осуществились. Пока в ближайшее время не планируете? Нет, пока не планируем. Еще вопросик. Как давно с вами в команде Егор Кирьянов? Егор Кирьянов с нами уже около полугода. Это наш менеджер, директор группы. Незаменимый человек в команде. Следующий вопрос у нас задает Игорь. Юля, выполняете ритуальное действие перед выходом на сцену? Ну да, спасибо. Мы говорили. Несовец Андрей задает вопрос. На Евровидении 2013 от Черногории выступала группа с девушкой, но очень похожей по манере исполнения на Юлю. Является ли это уже немалым показателем популярности хардки с Европой? И как вы рассматриваете свое возможное участие в подобных музыкальных конкурсах? Честно говоря, я не смотрела Евровидение. И мне не очень близок этот конкурс. Поэтому ничего не могу сказать про участников из Черногории. Не близок, потому что поездка на Евровидение очень денежно затратно и трудозатратно. И гораздо, мне кажется, эффективнее для артиста потратить финансы и силы на создание того же альбома или видео. И мне кажется, это принесло бы гораздо больше пользы, нежели вот такой вот миражная вера в какую-то победу. А вообще, ну, хотите принять, возможно, есть какой-то конкурс, в котором вы хотите принять участие? Пока не хотелось бы принимать. В основном, хотелось бы, да, принимать участие в фестивалях, чем мы и займемся, собственно, в скором времени. А конкурсов мне хватило уже с детства. Я уже все доказала себе. И не знаю, кому еще что было доказывать. В общем, все доказано уже. И больше не хочется доказывать. Хочется просто делать хорошую музыку. Вопрос от Ленин. Расскажите больше про саундтрек до фильма в тени незабутых предков. Когда ждать трек и что будет клип? Это интересная работа. Мы давно хотели сделать саундтрек какого-нибудь фильма. Это фильм Любомер Левицкого. Очень интересная работа. Это что-то между трилером и ужастиком. С элементами фольклорными. Мы когда увидели пару кадров из фильма, это сразу вдохновило нас на музыку. И мы создали достаточно жесткий, электронный, современный трек с элементами украинской мелодики. Трек мы презентуем завтра на сольном концерте. Все смогут его увидеть, услышать. В записи он появится позже. И мы с Любомиром говорили о том, что сделаем что-нибудь интересное. Интересную видеоработу на этот трек. Поскольку он будет заглавным к фильму. И я так представляю, что он будет сниматься все-таки в Карпатах, чтобы передать дух фильма. Запланирован уже съемка? Да, съемки запланированы. Сам фильм выходит в сентябре. Но уже как режиссер решит, когда выйдет клип. Тогда он выйдет. И вновь нам пишет Лисовец Андрей. Вопрос такой. Вы очень яркая, сочная фирменная группа. Ваши образы – это действительно элементы искусства. Не думали выпускать серии таких же ярких кукол со сменным имиджем, к примеру, под каждый новый альбом? Очень интересная идея. Мы задумывались над таким мерчендайзингом, как куклы, которых можно было бы переодевать в мои образы, самые яркие. То есть это вполне возможно. Видите, как идеи летают в воздухе, и не только мы об этом задумываемся. Второй вопрос. Юля как эксперту по внутригрупповой психологической обстановке. Что скорее произойдет? Не знаю, как правильно читать. Крич, крич, крич. Кричи. Кричи снимет свою маску или волсбрит свою бороду? Кричи снимет маску в нашем новом видео, которое называется In Love, которое тоже будет презентовано завтра, премьера. А широкий, все увидят его уже где-то с понедельника в сети, я надеюсь. Вот там вот приоткроется немножко завистка. Наконец-то увидят лицо. Посмотрите. Так, и еще вопрос от Андрея. Мне реально не хватало билета, я уже с этим расстроен. Готов много за него отдать. А чем вы готовы были жертвовать в своей жизни ради достижения действительно достойных и оправданных целей? Мне кажется, что жертвовать можно только тем, что не противоречит твоей внутренней сущности, стержню и совести. То есть своим временем, своими силами, своей какой-то... Ну не то чтобы личной жизнью, но отдыхом. А все, что сверх, все, что заставляет переступать через какие-то свои принципы, это того и стоит. Вам приходилось на что-то жертвовать? Ну в основном это скорее свободное время, отдых и какие-то там дела, которые оказались менее важными, чем творчество. Так, следующий вопрос от Кати. Юля, расскажи, что необычного с тобой происходило за последний месяц подготовки к концерту? Необычного? Я не знаю, просто что для людей необычное. Мне кажется, вся жизнь артиста необычная. Это какие-то примерки, это сидение со стилистами по ночам и придумывание каких-то номеров сумасшедших, потом попытка воплотить это всю жизнь, удачи и неудачи. Это очень мне непросто. Может быть, кажется со стороны просто быть артистом, но когда ты еще занимаешься, помимо этого, самопродюсированием, это достаточно трудоемкий процесс. Концерт уже завтра. Возможно, у вас накануне был какой-то вещи в сон, какой-то причин, что-то такое. У меня постоянно кошмары сейчас снятся. Но говорят, что раз снятся кошмары, значит все будет хорошо. Все кошмарное пусть произойдет в снах, а наяву все пусть будет хорошо. Далее интересуется Дмитрий. Уважаемая Юлия, образы, которые вы создаете на сцене, всегда яркие, оригинальные, запоминающиеся. Очень часто у талантливых людей способности начинают проявляться уже в раннем детстве. Вопрос. Какой новогодний костюм был у вас на утреннике в детском саду самым любимым? Я была снегурочкой. То есть в основном все девочки были белочками либо снежинками, а у меня была очень ответственная роль. Я так понимаю, просто в детском садике не заказали на этот Новый год снегурочку, а поскольку я хорошо пела, танцевала и стихи рассказывала, снегурочка сделали меня, и я, в общем, на себе вытянула праздник. Да, нормально было все. От Артура вопрос. Юльчик, ты нереально крутая. Хочу вас писать у нас знака. Спасибо огромное за вашу группу. И вопрос. Собираетесь ли записать хоть одну песню на украинском языке? Все-таки с Украиной мы все. Я скажу так, что мы гордимся тем, что мы из Украины, мы этого не скрываем. И всячески демонстрируем в клипах, там, какими-то элементами, да, образами, в песнях, мотивами, и, например, в песне «Октобер» есть такая поэтическая вставка на украинском языке. Полностью песню на украинском языке мы пока не планировали записывать, потому что все-таки наш слушатель нас уже поддерживает, поддержал, и в основном слушатели понимают, что мы нацелены на глобализацию, то есть мы хотим представить Украину в мире. Для этого нам необходим язык, на котором говорят мои люди. Далее вопрос у нас от Юли. Если бы вы каким-то волшебным образом изменили пол на противоположный, то какие партии хотели бы тогда спеть? Партию Садко. Я не знаю. Я хотела бы петь, как Фредди Меркель, наверное, потому что такой голос, как у него, наверное, бывает раз в тысячелетие вообще. Ещё вопрос от Юли. Кого бы вы назвали своим гуру-проводником мир музыки? Наверное, своих родителей и ещё любимого преподавателя Сергея Алексеевича. Привет, если он смотрит. Он научил меня очень много. У вас музыкальная семья родителей? Да, у меня родители. Кого-каланта? Да. И мама-каланта? Вначале я ничего не могла брать аккорды. А потом выросла и поняла, что мне это нужно, поскольку вот мои любимые артисты все владели инструментом. И я не могу сказать, что я владею в совершенстве, далеко нет, но умение, знание гармонии и умение подыграть себе помогают мне в сочинительстве песен. То есть не зря родители старались? Не зря, да. Настояли на своё. Убеждали меня, да. Здравствуйте, Юлия. Несколько месяцев назад я разместила на портале сплетник пост, в котором рассказывала о вашей группе. Некоторые комментаторы отметили, что ваш стиль пения очень схож с Рашин Морфи, бывшая советская группа Молоко. А как вы относитесь к этой певице, черпаете ли вдохновение в её концертных номерах и клипах? Ой, мне она очень нравится. Мне очень нравится, как она ведёт себя на сцене в живых выступлениях. Она очень раскованная. Она может позволить себе обмотать микрофоном шнуром гитариста, там, не знаю, что не задушить. Быть в объятиях, прыгать по сцене с монитора на монитор. И она очень яркая. И у неё действительно красивый тембр голоса. Не могу сказать, что мы черпаем вдохновение, просто это фактически одна из вокалисток, которая мне нравится. Так, вот ещё был вопрос от читателя. Могут ли жители Запорожья рассчитывать на концерт Харкис в скором времени? Могут. Вы планируете какой-то тур по городам Украины? Мы планируем в июле тур по городам. Я не могу сказать, что это 100% в Запорожье, но могут рассчитывать. Об этом мы объявим немножко позже. Те, кто не попал на концерт Киеве, могут поездить по Украине. Вполне. Костя Клопов, правда, что кричит женщину? Не знаю. Я не знаю, что у меня там в голове и кем он себя чувствует. Так, сейчас посмотрю на сайте, есть ли ещё вопросы. Мы так быстро отстреляли, почти 30 вопросов. Вопросов больше нет. Тогда завершающее слово для наших читателей и ваших поклонников. Приглашайте на концерт. И если какой-то вопрос понравился, возможно, подарите билет. Мы приглашаем всех, кто купили билет или как-нибудь его получили на наш концерт сольный. Я надеюсь, что вам понравится всё, что мы для вас приготовили. Для всех остальных ждите в понедельник или во вторник премьеру в интернете нашего нового видео Love. И ждите информации по поводу нашего тура. Мне лично очень понравился вопрос про кукол. Потому что мы как раз об этом думали. И я хотела бы вручить один билет этому молодому человеку, насколько я помню. Да, парень задал вопрос. Так, сейчас вот смотрю. Да, Лисовец Андрей, который, кстати, задал много вопросов. Андрей, я поздравляю тебя. Мы увидимся с тобой на концерте. Да, а мы сейчас я отпишу на электронный адрес, если Андрей нас слышит, чтобы он отзвонился и забрал как-то билетики. Ну что ж, спасибо, что пришли, нашли время. Спасибо.